Дорогая церковь, дорогие друзья, рад вас сегодня приветствовать всех в Доме Божьем. И знаете, замечательно, что есть такая возможность у нас еще раз славить Бога. Знаете, замечательно то, что мы можем прославлять нашего Творца. И это такое особое, знаете, состояние, когда мы можем собираться, соприкасаться с Господом, еще раз славить ту жертву, которая, знаете, выполнена для нас Иисус и омыл нас наши грехи своей кровью. Друзья, сегодня я хочу говорить на тему «Мы движимы Духом Святым» или «Работа Святого Духа в нас» или «Огонь Святого Духа». И, друзья, вы знаете, я очень хочу, чтобы Дух Святой тек в жизни каждого из вас. Чтобы мы не просто собирались в церкви, знаете, славили. Я был в воскресенье в собрании и сидел на самом последнем ряду. И вы знаете, было настолько прекрасное служение, я вам скажу честно, Дух Святой просто между рядами был, ты просто его чувствовал. Я думаю, вы со мной все согласитесь. И я хочу, чтобы Дух Святой тек в жизни каждого из нас, и чтобы мы выносили, вычерпывали его из этого прекрасного молитвенного дома туда, там, где он течет тоже. Но там очень много людей пораненных, больных, убитых жизненными проблемами, у которых вообще нет надежды. Друзья, а у нас надежда есть. Давайте, пожалуйста, откроем Священное Писание и прочитаем Бытие, первая глава, стих 1 и 2. Я задумался, почему Бог говорит о Духе Божьем уже во 2 стихе 1 главы. И это говорит прежде всего о важности Духа Святого еще при сотворении всего, что было на этой земле, друзья. И я хочу сегодня задать тебе вопрос, что для тебя есть Дух Святой? Живешь ли ты в потоке, в реке Святого Духа или нет? Как-то один пастырь, мы с женой были на прекрасном служении здесь, в одной церкви, он сказал, цель Христа не была принести христианство, цель Христа была рассказать о Боге Отце, рассказать о любви. И подарить нам эту любовь, чтобы эта любовь осталась у нас в наших сердцах, чтобы мы могли эту любовь разносить везде. И вы знаете, друзья, если вообще говорить о церкви, то есть церкви горячие, есть церкви холодные, есть церкви пустые. Вы знаете, и замечательно, когда я слышал такие интересные фразы, высказывают некоторые пастыря, что есть церкви, в которых много функционеров, в которых так все здорово, так все замечательно, так все замечательно, знаете, а Бога нет. И туда приходят люди, эти церкви набиваются людьми, и люди молятся, и Святой Дух молнией спускается, наполняет церковь, и люди получают исцеление, люди получают освобождение, люди еще больше соприкасаются с Господом, но не потому, что там такое служение, а потому, что так сильно велика любовь нашего Бога Отца. Давайте, пожалуйста, откроем к римлянам 8 глава, прочитаем с 14 по 17 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И вы знаете, друзья, если вернуться на 14 стих и прочитать его еще раз, здесь написано, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Тогда, друзья, если предположить, что мы не являемся водимыми Духом Божиим, то наша суть – мы не являемся детьми Божиими. Друзья, это очень серьезный стих, поэтому я призываю вас сегодня быть в Духе. И вы знаете, друзья, если говорить о Вадиме, что есть быть водимым Духом Божиим, я считаю, что это такая сакральная тайна. Знаете, это никто нам никогда не объяснит, кроме как там. Мы получим этот ответ. Никакая математическая формула, никакой artificial intelligence не сможет нам это сказать, друзья. Только там нам эта тайна будет открыта самим Богом Отцом. Вы знаете, Иисус Христос как-то сказал, Лука 12 глава, 49 стих, «Огонь пришел я неизвестен на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся?» Иисус говорит об огне Святого Духа, потому что, знаете, в нем есть сотворяющая сила. В нашем сердце, знаете, друзья, много всего бывает. Кого-то мы обидим, вы не обижаете, я знаю, я обижаю. Кого-то мы обижаем иногда, кому-то мы иногда что-то не то скажем, знаете. Но бывает даже неправильно ответим. Бывает ответим без любви, знаете. Бывает, кого-то любим больше, кого-то любим меньше и так далее. И вы знаете, вот когда в нашем сердце живет огонь Святого Духа, он выпаливает все эти качества, которые отчасти нам сам дьявол туда запихивает аккуратно. Мы только не замечаем, знаете. И этот огонь Святого Духа, он выпаливает это. Он делает наше сердце каким? Он делает это наше сердце таким, каким хочет видеть в нас, хочет видеть его Бог. Любящим, добрым, делающим добрые дела, радостным, счастливым. Знаете, и этот огонь Святого Духа, он позволяет нам зажигать те сердца, в которых нет ничего, друзья. И которым так иногда нужна эта искра. И знаете, когда говорю, вот я об этом, я думал о примере костра. Знаете, я со своим сыном, очень часто раньше мы полили костер. И когда мы палим костер, всегда идет дождь. Вы знаете, вот дождь попадает в костер, и когда положишь туда такие хорошие, большие, толстые дрова, да, знаете, костер разгорается. И он настолько сильный, что бывает, искра отлетает и просто выпаливает, знаете, на твоем пиджаке там, или на твоей куртке, или на штанах, да, такую маленькую какую-то точечку. Так вот, друзья, вы знаете, если взять этот костер и просто вылить стакан воды, он не тухнет. Вылить два, не тухнет. Вылить пол ведра, не тухнет. Да, конечно же, кострой-то не очень будет приятно, знаете, дрова начинает дымиться, но он просохнет и будет гореть опять. И это Христос говорит о нас. Огонь пришел они извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся, друзья. Потому что, когда в нас есть огонь, это Святого Духа, что бы ни было с нами, какие бы ни были обстоятельства, они бывают такие сложные, друзья. Вот стоишь на перекрестке жизни, и нужно выбрать один путь, а их шесть. Какой бы ты ни был умный, какой бы ты ни был, знаете, духовный, какой бы ты ни был перечитавший 1200 книг, нужно просто встать на колени и сказать, Господь, мой Небесный Отец, Ты мне сейчас так сильно нужен. И только ты, и только твой Дух, и только ангелы и архангелы могут сейчас мне помочь и вытащить меня из этой ситуации. Как-то один раз американский пастырь Боб Джонс, это очень интересный человек, друзья. Если бы когда-нибудь у вас было желание, вы, может быть, слышали о нем, он очень сильный пророк, у него очень сильные видения, такие, знаете, панорамные идут. И вот очень много сейчас еще есть, слава Господу, людей, которых Боб Джонс помазал на служение. И один раз у него было сильное такое видение, когда их церковь искала землю, ему было открыто Господом. Какая это будет земля? Как она будет приобретена? Были открыты все детали. И он стал делиться этим видением со своими, знаете, друзьями в церкви, в собрании, просто так рассказывал. И он говорит, что вроде бы все должно было быть по плану, потому что Бог сказал, как это будет сделано, но все пошло как раз-таки не по плану. Знаете, очень было, он говорит, это были два или три года в моей жизни, которые были очень сложные, потому что все вставляли палки в колеса, все шли с какими-то советами. Никто, в конце концов, не верил этому пророчеству, которое мне сказал Господь. В конечном итоге Господь благословил, они купили землю. Следующий момент, который я хотел бы затронуть, это наша с вами душа. Вы знаете, я уверен абсолютно, что душа каждого человека, она очень сильно цена для Бога и также для дьявола, друзья, потому что дьявол всегда хочет нас разрушить. Вот брат прекрасное слово говорил. Может быть, лет семь назад я бы, наверное, как бы, я почему-то всегда был более позитивным, знаете. А вот теперь проходит время, и ты начинаешь понимать, что дьявол, он не спит, он не дремлет, он очень искусный. Он знает, как использовать все возможные элементы твоего сознания, подсознания, чтобы разрушать тебя, разрушать твою семью, разрушать твоих близких, если только ты не с Господом, если только ты не вычерпываешь эту силу и не берешь ее у Бога. И вы знаете, четыре года назад мне на глаза попалась такая интересная статья. Я прошу прощения, если вы ее тоже читали, я некоторые детали не помню. Эта статья была о женщине, я предположу, что она была, скорее всего, неверующим человеком, это не описывалось. И эта женщина работала в доме престарелых. Я не знаю, если вы когда-нибудь были в Америке в доме престарелых, если были, можете поднять руку. И вот, вы знаете, мне тоже удалось как-то быть в доме престарелых, потому что мы работали, мы создавали веб-сайты для женщины, у которой было два или три таких дома. И когда я оказывался в доме престарелых, там не было никого. Не знаю, мне почему-то вот сама обстановка, атмосфера, я почему-то чувствовал себя там очень некомфортно. Я не знаю, мне сложно объяснять, почему. Но эта женщина говорит о другом типе дома престарелых. Она говорит, что есть дома престарелых, в которых свозят людей, которым осталось жить считанные дни, недели, а может быть, месяцы. То есть есть такой тип, как она описывает его в своей статье. И она говорит, что она была поражена тем, как, скажем так, к людям относились, и как их кормили. К ней привезли одну очень старую женщину, она была очень больная. И она говорит, что, знаете, если бы этим людям давали наш вкусный заварной чай из магазинов, который мы покупаем, если бы этим людям хотя бы иногда давали бутерброд с красной кровью, которая поднимает гемоглобин и так далее, эти люди могли бы жить больше. Но когда это берется какой-то суп, он подогревается, он раздается. Вы знаете, люди, которые очень больные, все-таки, наверное, получают мало витамин и так далее, и так далее. Но в чем суть этой истории? В том, что в какой-то момент времени эта женщина так расположилась к этой старой бабушке, что она восприняла ее, как свою маму. И она, знаете, стала не просто смотреть за ней, вот просто, как вот, знаете, можно делать работу, а можно делать работу, как для Бога. Это две разные вещи. Результат будет совершенно разный. Она стала служить ей так, как будто она служила Христу. И вы знаете, эта женщина прожила намного больше, чем ей говорили, она проживет. И я абсолютно уверен, это все было только потому, что Дух Божий работает через людей, какими бы они ни были, верующие, неверующие. Если верующий человек, это замечательно, потому что идешь ближе ко Христу. Если нет, то Бог стучит в сердце. И так сильно хочет, чтобы ты пришел, покаялся, принял. Вы знаете, друзья, добрые дела, открытое сердце, это, прежде всего, проявление работы Святого Духа. И Господь сильно так хочет, чтобы в каждом из нас это сегодня было, эта работа. Это она выносилась за пределы Церковь. Говоря о Божьем Духе, говоря об огне Божьего Духа, нельзя, конечно, не смотреть на Старый и на Новый Завет. Вы знаете, друзья, мы с вами такие счастливчики, потому что, когда пришел Христос, Он дал нам ходатая, и Дух Святой с нами. Друзья, мы, если бы только могли по-настоящему понять вот это вот событие, друзья. Знаете, во времена Старого Завета так не было. Дух Божий спускался на каких-то персонажей, да, Священного Писания, давал им, даровал им какие-то способности, они выполняли какую-то миссию. На них могло оставаться помазание, а могло оно с них уходить. Давайте, пожалуйста, откроем 1 Царство, 16, прочитаем с 13 по 23 стих. И взял Самуил рог с Елеем и помазал его среди братьев его, и подчевал Дух Господен на Давиде. С того дня и после Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил Дух Господен, и возмущал его злой Дух от Господа. И сказали слуги Саулову ему, «Вот злой Дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам твоим, которые пред тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях, и когда придет за тебя на тебя злой Дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Исея виплеемтянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Исею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». «И взял Исея осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саулу сказать Исею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И самый красный стих. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отрадней и лучше становилась Саулу, и дух злой отступал от него». Друзья, мы видим то, что когда в нас есть Дух Святой, когда мы живем в Духе, когда Дух Божий движет нами. Друзья, вы знаете, когда у нас есть это помазание, тогда это может перетекать на людей, которым это так сильно нужно. Друзья, и мы когда читаем эти стихи, мы видим, что, знаете, Саул, когда при нем есть Давид, он становится каким человеком? Нормальным человеком. В его сердце есть любовь, в его сердце есть радость. Он может нормально жить, он может нормально функционировать, он не скован ни с чем. Друзья, вы знаете, когда в нас есть Дух Божий, тогда мир не влияет на нас, тогда мы имеем власть влиять на этот мир. И, друзья, пусть мы будем теми сосудами, в которых есть этот огонь, в которых есть это пламя, и которые можем вычерпывать это из себя и давать это тем людям, которые в этом так сильно нуждаются сегодня. А время очень непростое. Я призываю вас в хвалитве. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...